Роскошная блондинка Сиена Миллер Здравствуйте, меня зовут Анна Аршава, я актриса и певица. И мне очень нравится стиль актрисы Сиены Миллер. В нем очень много легкости, нежности и женственности. Поэтому сегодня я примерю несколько из ее образов. Знаменитая Эдди Седжвик из фильма «Я соблазнила Энди Уорхола» актрисы Сиены Миллер родилась в Нью-Йорке, но ее сердце принадлежит Лондону. Карьера девушки началась с участия в телевизионных сериалах, но первой популярностью бывшая модель обязана картине «Красавчик Алфи». Сегодня эту модницу знают во всем мире. Ее любят и уважают в Голливуде. Она украшает обложки «Вока» и «Харперс Базар». Ее включают в список самых стильных представительств мировой фэшн-элиты. А все из-за редкого таланта. Чувствовать ветер перемен и предсказывать моду. Сиена Роуз Миллер. Английская актриса и фотомодель. Особая примета – главная соперница главной иконы стиля Великобритании Кейт Мосс. Фанатка гольфа, футбольного клуба «Челси» и своих псов, названных в честь главных героев оперы Гершлина «Порги и Бес». Призвание показать всем, что стиль – это то, что у тебя внутри, а не то, что написано на бирке твоего платья. Всегда безупречно одетая Сиена Миллер мастерски играет с любыми трендами и всегда остается на пике моды. Разобраться в том, как у нее это получается, Ане поможет – профессиональный стилист. Привет! У тебя профессиональный стилист Катя Гершуна. Сегодня помогу нашей героине Ане создать образ ее любимой грибутской актрисы – Сиене Миллер. Эта девушка давно очаровала всех модниц мира. И сегодня здесь, в магазине «Наф-Наф», мы попробуем воссоздать некоторые из ее образов. Сторонницей минимализма Сиене редко использует украшения и просто обожает сумки. И пока Катя и я не подбирают наряды согласно вкусу британской фэшн-принцессы, мы с вами узнаем последние новости о новоиспеченных мамочках Голливуда. Британская соул-певица Адель, удостоенная восьми премий Грэмми, готовится впервые стать мамой. Несмотря на последние сроки беременности, певица продолжает активно работать. Она записала трек к новой серии «Бундианы», совместно с Домом моды в Бёрборе готовит коллекцию одежды для девушек размера плюс и потихонечку закупает подгузники. Счастливая пара Пенелопа Круз и Хавьер Барден ждут второго ребенка. Несмотря на все заботы о семье, актриса также не теряет кинематографической формы. Пенелопа приняла приглашение сниматься в триллере «Консультант» Ридли Скотта. После всех жизненных перипетий счастливой мамой готовится стать Яна Рудковская. Будучи на седьмом месяце беременности, известный продюсер уже активно готовится к родам. Как стало известно прессе, Яна уже выкупила несколько мест в разных клиниках Петербурга. Все это делается для того, чтобы запутать журналистов и чувствовать себя в большей безопасности. Кстати, сама Сиена совсем недавно стала мамой и сейчас познает все первые радости материнства. В июле у актрисы и ее бойфренда Тома Стариджа родилась малышка Марло. Ну а какими будут первые эмоции от первого комплекта у нашей героини Ани, увидим прямо сейчас. Привет, Аня. Привет, Катя. Очень рада тебе. Сегодня мы работаем над стилем Сиеной Милю. Ты знаешь, мне кажется, что для тебя этот опыт будет очень полезным, потому что ты сильно поменяешь свое амплуа. Как ты смотришь на сегодняшнее перевоплощение? Ой, я очень хорошо смотрю, мне очень интересно попробовать себя в таком новом образе. Наш первый комплект – это вот такая вот тельняшка с дизайном. Какая необычная, вроде бы тельняшка, в то же время такие камни, вырез такой. Она настоящая девочка, сразу отметила. И вот такой вот буклированный жакетик с красивой атласной ленточкой. Катя, ты знаешь, я никогда не носила подобное, никогда. Вот я даже не знаю, как это завязывается, или это вот просто. Это мы сейчас придумаем, держи, пожалуйста. Ага. И к этому верху предлагаю надеть вот такие вот джинсы, светло-голубого цвета, с небольшими потертостями и зауженные книзу. Но почему они мне понравились? Потому что кокетка здесь очень невысокая, а это значит, что карманы будут располагаться как раз на нужном месте. Не выше и не ниже. Держи, пожалуйста. Ну, я так чувствую, я сегодня буду точно другой. Вперед, примерочная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Катя, ну как я тебе? Аня, ну мне очень нравится. Действительно, каждая из этих вещей очень хорошо на тебе сидит. Неужели эти джинсы мне идут вот с такой вот морской, как бы, кофточкой? И я просто без ума от этого пиджачка и вот этот бантик у меня сводит с ума. Ну, я очень-очень рада, что мне удалось тебя порадовать. Хочу дополнить комплект аксессуарами. Какими же? Это вот такая вот сумка. Я такая нарядная и без сумки. Держи, пожалуйста. На длинном ремешке. Можно на плечо, можно через плечо. И вот такие вот большие, крупные солнечные очки. Так, интересно их примерить. Катя, посмотри на меня, ну я же просто из какого-то фильма. С фильма? С участием Сиены Миллер? Катя, посмотри на меня. Катя, посмотри на меня. В сочетании с не менее классическим жакетом наряд смотрится просто изумительно. После небольшого перерыва еще одна вариация на тему стиля принцессы британской богемы. Интервью с актером, давно завоевавшим любовь всей женской половины страны. В эфире программа «Глянец». Программа для тех, кто ценит глянцевую сторону своей жизни. Наш следующий герой – актер с безграничной харизмой. Он – чистолюбивый и благородный граф Дебюсси из графини де Монсерон. Он – беспощадный опричник Алексей Басманов из царя Павла Лунгина. Он – ищущий любви загадочный олигарх Клименко из глянца Андрея Кончаловского. Его имя – Александр Домогаров. И сегодня именно он поделится с нами своими мыслями. Есть роли, которые к тебе приходят независимо от того, и они становятся твоими знаками в ролях. Да, это совершенно другой вопрос. И я знаю, что многих это там бесит. И действительно, ты потом всю жизнь доказываешь, что ты не жираф, и хочешь сказать, что я не только это умею. Когда ты понимаешь, что никуда не надо идти сегодня, ты можешь проснуться в пять и пойти – «А-а-а! Хорошо, не надо никуда идти!» Сразу пришла на вам Рафаэль Саботинникова, Одессе Каптонова, сразу. С детства отбили вот это вот с утра перед школой. Кашки-фигашки, никогда в жизни не могу. Просто не лезет еще. Хотя знаю, что надо. Буду банальным Москва. Опять буду банальным. Я здесь родился, и очень много прекрасных городов. Очень много красивейших городов мира. Маленьких городков, которым хочется приехать, посмотреть. Но жить. Люди любят больших кошек. Я люблю собак. Ну, люблю собак. Ну, вот, безумно люблю. А что, если объявляю? Завтра все, завтра кирдык. Ну, надо весело прожить тогда. Правильно? Для меня вот с проблемой честь поехать в город. Проблематично себя заставить поехать в город. Когда не надо. Если бы я себя десятилетним встретил, ничем не сказал. Если бы мне дали какое-то время просто походить рядом. Посмотрел бы, как вот из этого замечательного чистого ребенка вырастет такая... Опыт. Вот то богатство, которое делает человека интересно. И мне кажется, я бы могла слушать Александра часами. А вот насколько покажется интересным второй комплект, нашей героине Ане мы узнаем прямо сейчас. Интересно. Анечка, наш следующий комплект в кардинально другом стиле. Это платье цвета электрик. Выполнено в духе 60-х годов. Обожаю 60-е годы. А я обожаю электрик на блондинках, потому что вот эти два цвета великолепно дополняют друг друга. Держи, пожалуйста. Яркий, глубокий синий цвет. Мне кажется, он хорошо будет гармонировать с моими светлыми локонами. И карими глазами. И вот такое вот пальто. Потрясающе. Очень похожего цвета и действительно близкого силуэта. Мне кажется, это будет неплохой монохроматический комплект. Знаешь, мне очень нравится. Хочу скорее все проверить. Ах, Аня, Аня, ты просто божественна. Как тебе правда подходит этот оттенок синего? Просто очень красиво. С моим светлым волосам этот глубокий синий цвет, он просто прекрасен. И мне очень нравится, что у меня синее платье и синее пальто. Это означает монохроматическое соединение. Я себя сейчас, знаешь, чувствую, что я из фильма в стиляге. Ну, для того, чтобы твои чувства оправдать и сделать тебя еще более похожей на диву из 60-х годов, предлагаю надеть тебе украшение браслет на руку и вот такие крупные серьги. Аня, ну вот теперь образ закончен. Мне кажется, ты готова отправиться на какой-то роскошный коктейль. Да. Я давно заметила, что некоторые цвета будто специально созданы для определенных людей. И яркий электрический синий на 100% вариант для таких типажных блондинок, как Аня. Кстати, именно о том, что такое стилистический типаж и какие они бывают в нашей постоянной рубрике «Стильное решение». Здравствуйте. Меня зовут Яна Жбанова. И я профессиональный имиджмейкер. Сегодня я расскажу вам о том, что же такое вардероп-персоналити. Можно выделить 4 психологических типажа. Романтический, классический, естественный и драматический. И сейчас на фоне базового комплекта, такого как белая рубашка и черные брюки, я попробую рассказать вам, как с помощью аксессуаров обыграть каждый из них. Романтик. Обожает аксессуары. Творческая и романтическая натура романтика обожает милые украшения и безделушки. Романтик обязательно выберет длинные бусы, разноцветные. Дополнит это сумочкой в тон бусом. Туфли, конечно, будут на шпильке и с милыми бантиками. Классический тип. Обязательно выберет шелковый платок каре, который повяжет сверху на рубашку. Обязательно оденет жакет. В платке каре присутствует красный цвет и сумка будет тоже красного цвета. Украшениями и аксессуарами старается подчеркнуть элегантность одежды, а не привлечь внимание. Черные классические лодочки закончат образ. Естественный типаж. Он, конечно, подвернет рукава на белой рубашке, накинет сверху удобную кожаную куртку. На шею повяжет шарф, который вряд ли будет привлекать внимание. А на ногах, как обычно, будут удобные кеды. Чувство стиля помогает находить нестандартные решения в обыденных вещах. Если просматривает глянцевые журналы, то лишь для того, чтобы узнать о новинках в любимых марках одежды. Драматический тип. Шляпы, пушистый мех, необычная обувь и яркая украшения. Вот что присутствует в образе драматического типа. Всегда уверен в себе и любит, чтобы его замечали. Нравится производить впечатление. Всегда изобретателен и считается законодателем моды. Экликтичный вкус. Одна необычная вещь сочетается с тем, что есть в гардеробе. Очень важно вовремя распознать, оценить и принять свой психологический типаж. И чем больше мы знаем о себе, тем сильнее становимся. Это позволяет нам более эффективно работать над своим гардеробом в рамках собственного стиля. Понять и поймать суть собственного стиля не так уж и просто. Не знаю, как вам, а мне есть над чем поразмыслить. Удалось ли сегодня Ане разобраться со своим, узнаем после небольшого перерыва. Вы смотрите Sony Entertainment Television. В эфире программа «Глянется» и я, ее ведущая Алиса Селезнева. Наша сегодняшняя героиня – актриса Анна. Перед ее обаянием невозможно устоять. Ее харизма открывает перед ней все двери. Ее талант – перевоплощение. Именно поэтому сегодня она решила примерить стиль талантливой актрисы – Сиенны Миллер. И прямо сейчас последний, третий комплект. Анечка, и наш следующий комплект совсем в другом стиле. Предлагаю надеть вот такую блузку. Какая нарядная блузка. С таким жабо, мне кажется, я могу в такую пойти даже на какой-то прием. Ну, ты знаешь, я предлагаю использовать ее вне праздничного контекста. Предлагаю надеть ее с вот такими джинсами. Да, с такими джинсами. Это уже что-то иное будет. Ты знаешь, я так никогда не одевалась. Ну, и следующая вещь, я надеюсь, тебя еще больше удивит. Это вот такой вот кардиган цвета серого жемчуга. Крупной вязки. Какой он уютный. А, мне не терпится, чтобы ты примерила скорее. Катенька, ну как я тебе? Я просто в восторге, Ань. Мне нравится, как на тебе смотрится эта блузка с активным бантом. В сочетании с этим вроде бы таким повседневным кардиганом. Но, тем не менее, вместе все эти вещи очень хорошо смотрятся. Как тебе самой? Ты знаешь, Катя, я никогда даже представить не могла, что такая нарядная блуза с таким жабо будет сочетаться с вязаным кардиганом. Смотри, я хочу дополнить этот комплект сережками. Какая же я стала мягкая и уютная, правда? Как мне очень нравится. Только хочу добавить еще сумки. Катя, я хочу добавить еще сумки. Летящая блузка и объемная вязка – контрастные сочетания, которые никого не оставят равнодушным. А вот о фильмах, которые также не дадут вам соскучиться, в нашей постоянной рубрике «Свободное время». Что читаешь? Старые письма. А зачем? Не знаю. Может, пытаюсь понять, почему мы совершаем все те же ошибки. Если вы замираете, когда слышите разговоры на тему родственных душ, знаете, что такое реинкарнация и любите Тома Хэнкса, то это кино специально для вас. Дважды спас мне жизнь. Я всегда подхвачу, если упадешь. В основе сюжета – история жизни одной души, рожденной в разное время, в поразительно разных личностях. Фильм-загадка, который может дать ответ на извечный вопрос – случайные ли не случайные встречи? Наши жизни не принадлежат нам. Мы привязаны к другим людям. В прошлом и настоящем. В качестве аргумента, указывающего на всю эпохальность картины, братья Вачовски в списке создателей. В этом мире царствует естественный порядок, а те, кто пытаются его изменить, долго не живут. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня встреча с Каролем Вайсманом. Я фотограф. Да, я знаю. Проходите. Спасибо. «Граница рассвета». Картина французского авангардиста Филиппа Гарреля на очень французскую тему, очень большой и очень трагичной любви. Ты в курсе, что Карель положили в психошку? Уже устроила в квартире пожар. Он – молодой фотограф, она – знаменитая актриса с мужем и положением. Он пылко признается ей в любви. Она не в состоянии избавиться от своей страсти. Красивая любовь с пронзительными письмами под виолончели. То, что нужно для тихого осеннего вечера. Любовь, она такова. Когда ты хочешь с кем-то сблизиться, может, кто-то удаляется. А когда он хочет с тобой сблизиться, то удаляешься уже ты. Это закон дворник. Но ведь некоторые вот так движутся. Кино, как и наряд, точно попавшее в настроение. Всегда оставляет после себя много эмоций. Какой больше всего впечатлил Аню, узнаем прямо сейчас. Аня, сегодня мы собрали с тобой три абсолютно разных образа. Это было и элегантное платье в духе 60-х годов. Такой нарядный комплект с тельняшкой, жакетом. И этот очень уютный, комфортный комплект. Какой из этих трех образов понравился тебе больше всего? Знаешь, Катенька, мое сердце просто покорил первый образ. С тельняшкой, с джинсами и с таким прекрасным... Жакетом. Жакетом, да, с таким прекрасным. И вот этот вот бантик, он меня просто покорил. Мне так приятно, что я смогла доставить тебе удовольствие. Спасибо тебе огромное. С тобой было чудесно. Спасибо тебе большое. Без тебя я бы не справилась. Сегодня мы работали над стилем очаровательной Сиеной Миллер. И мне кажется, нам с Аней удалось поймать настроение этой задорной блондинки. Напоследок хочу сказать, милые девушки, будьте стильными и модными. Но не будьте зависимы от канонов красоты. Свобода превыше всего. Быть модной значит выбирать вещи, которые хорошо продаются. Быть уникальной, выбирать то, что подходит именно вам в образовании. Кстати, вы тоже можете стать участницей нашей программы. Для этого зайдите на наш сайт, заполните анкету и отправьте свою фотографию. Ну а мы и движемся дальше. И у нас на очереди очередной фэшн-коктейль из самых интересных нарядов главных тусовщиков столицы и рубрика «Выход в свет».